добрый день наши подписчики канал бери баню приветствуем вас в общем закончили очередную баньку один из наших любимых проектов сам проект сам сруб значит 5 на 6 вот так сюда пристроена терраса два с половиной метра половина разгорожена здесь сделан сарайчик а половина значит небольшая терраса для отдыха обратите внимание он там продухи у нас кроме нашего фортовского речника потому что чердак будет значит чердак будет холодный если холодный чердак его надо обязательно проветривать хорошо чтобы там влага пар выходящий из бани не задерживался хорошенько все проветривала здесь у нас стоят вот так продухи поездите посмотрите по деревням посмотрите на фронтоны старых домов старых построек бань там всегда там виде глазок такие вырезы я вот видел сделаны у многих старых домов и да все таки надо это для проветривания еще наши предки придумали в общем давайте пройдемте вокруг сверху видите вон там юбочку вот эта юбочка нужна для усадки она отдельно сползает по каркасному строению сейчас я по наружке немножко пройду покажу а потом расскажу значит здесь у нас что здесь у нас вентиляция маленькое окошечко в моечную здесь сделан смотрите опять продух такой все дело в том что клиент будет делать плитку там в бане будет плитка и соответственно вот эта часть вот там изнутри плиткой закрыта вся и там продух не организовать и мы вот поставили все но у пола продухи должны быть надо проветривать это все чтобы приток воздуха был это уже испытано поэтому надо вот мы поставили такие карба деревянная тоже внизу здесь вот у нас отливы для цоколя посмотрите чтобы первый венец не гнил на его закрыли цоколь и туда не затекает вода здесь у нас сделано всю герметиком пройдемте пройдемте дальше тихонько все обойду сейчас долго что пролик тоже не был вот здесь еще один продух он уже в мощной комнате ну и тут дверка спокойно ходит закрываете открываете и то есть это вот так вот открыто лучше держать сейчас пока выветриваться баня давно построенная пускай выветриваться поехали дальше цоколь там три вида 3 вида красного кирпича глина хорошие антисептики хорошо держит влагу она нужна у нее влага пропускаемость гораздо ниже чем у бетона бетон тянет здесь комната отдыха здесь вот комната отдыха соответственно здесь деревянные полы и под полом мы уже сделали в цоколе отверстие там крышечки у нас есть они закрываются просто все перегреваем там приток под басту под вентиляцию под нашу тоже сделано окошечко двойное вы их видели у нас сруб в чашку перевернутой чашей чаши как бы вот так вот чашей вниз чтобы воде вода стекала по углам и не стояла в чашке давайте зайдем сперва каркасный сарайчик вот он сделали электрику в бане сделали все вот как провели здесь сарайчик дрова будут клиент уже начал что-то сюда переносить ставить тихонько обратите внимание на те воробьи я про них уже сто раз говорил в каждом ролике повторяю для нож новых зрителей смотрите чтоб каркас как крепится к срубу струб дает осадку не он будет ползать вот по этой прорези то есть здесь вот у нас сделаны соответственно эти компенсаторы усадки кто тут не видно там завалено вот второй покажу вот допустим да и их на год подкручивать и будут стропила под стропильные будут опускаться здесь у нас вот получается вот ползание будет по вот этой маленькой прорези вот мы сделали как смотрите для новых это я для новых подписчиков старые подписчики уже это все видели как мы крепим это я подсмотрел в одной старой больнице на основном уже увидел в общем вот здесь вот терраса сделали освещение из нового по электрике там отдельный ролик было с обзором обратите внимание чем мы сделали мы сделали тут тоже прорези чтобы лоток не гнула не изгибала там постоянно его подрезать не приходилось через год многие приезжают строители начинают подрезать лотки но потом проконопатишь баня опять приподнимется и зима ну то есть лето осень она все равно играет то есть вот эти лотки всегда будут играть всю жизнь это же срок живой материал он постоянно дышит постоянно играет давайте посмотрим что тут новенького здесь у нас у нас дверка для обогрева вы ее помните все закрою пока вот вот эта дверка для обогрева она идет оттуда из бани теплый воздух гонит это мы придумали давным-давно еще в том году запускали использовали вполне очень даже себя хорошо зарекомендовала посмотрите какой кирпич я выпросил на заводе кирпича не отмыли еще толком конечно но в общем вот такой вот кирпич на память я приехал увидел это был у них просто подарочный кирпич ну как не выставочный я его выпросил в подарок как только сказали позвонили хозяину завода кирпич они сказали что бери баню просит я так и попросил сказал скажите что бери баню просит было дано распоряжение начальником чтобы отдать этот кирпич в подарок даже денег не взяли здесь снова так здесь сделали 3 что значит розеточку вот включается включается все шикарно дверях у нас сделана костячка тут у нас ройки спилены чтобы было отдавался осадка давалась трубу посмотрите вон там видите зазор он вот рука лезет вот посмотрите вот вот там вот этот зазор нужен для усадки сруба делать его надо обязательно такой же зазор у нас он печки там села здесь значит здесь полы деревянные вот само это помещение обратите внимание что сделала приток воздуха для печи вот он регулируется так вот чтобы горение печи печь пригорении потребляет кислород и чтобы она его не забирала у басту мы делаем такой приток воздуха морде печи чтобы она как бы засасывала воздух свежий с улицы уличный воздух печь печь значит забыл как называется по моему костер как-то так я про нее обзор уже делал это хорошая печь хорошим кпд отлично быстро разогревается потому что у нее очень высокое место для горения сейчас все покажу значит здесь сделали трапы заранее все приготовили после плитки но они убираются поднимаются клиент потом сможете так вот приподнимать их ставить вот смотрите то есть они поднимаются здесь отливы не делали потому что тут все будет плиткой сделано вот оттуда и оттуда он сказал сам к плиточкой сделать выложит аккуратно он сам тоже плиткой занимается уже делал знает как здесь вот этот коробок наш деревянный видели и здесь вот канализация которая выведена за пределы бани здесь у нас лампочка значит посмотрите какой у нас бак термофоре выпросили вот такой вот бак длинный всю длину здесь много под приток то есть теплообменником печка и здесь набор воды идет по всей длине очень удобно отличный бак нам очень понравился круглый большой объемный двери стекло здесь прозрачное здесь матовое стекло чтобы ничего не было видно поехали дальше что новенького как всегда кроме электрики посмотрите на полог в интернете увидел картинку полога мне он очень понравился ничего не мешается соответственно можно вот эту лавочку которая стоит на которую можно залазить ее можно подвигать и уже парить человека вот подойдя близко к пологу вот здесь сделана спинка вот она спинка наклонена немножко под углом еще бы сидеть удобно было вот так вот немного под углом сделана спинка полог из толстой осиновой доски вот она толстая пятидесятка широкий посмотрите к широкий толстый массивный полог сучки мы не выбираем без . мы оставляем сучками тут нету смолы на нее не прилипните это осиновый сучок здесь очень этот хороший как материал именно для полога долго служить будет сделали вот такую лавочку да кстати не сказал он там он тоже был клавочка эти места оставлено вот так тут вот лавка потом последние когда плитка выложится там была клавочка значит печка мы сразу не знали что будет это печь сделали стандартный подиум видите какой большой получился она просто высокая тут очень большой кпд у нее именно за счет высокого горения ссылка будет под роликом на обзор этой печи расскажу здесь вот прикольная штука для подачи воды вот сюда заливаете воду она стекает вот в эти отверстия здесь и здесь и внутри идут трубки и попадает самый низ камней там чашка такая чугунная сделана очень прикольная печь теплообменник мы сделали вот такой на трубе не в печи а на трубе чтобы забрать во первых тепло первичный вот этой вот трубы где огонь идет она больше всего нагревается что под ее забрать ну именно сделали вот такой теплообменник шиберт вот такого типа задвижного мы всегда берем задвижной шиберт обратите внимание что такие у нас шиберты не используются такие шиберты дешевле но у меня были случаи что я выезжал они засорялись внутри сажей и они уже не ворочались там зависали в этом положении а этот легко прочищался просто так поширкали поширкали он прочистился а чтоб тот почистить приходилось весь дымоход разбирать я вот пару раз такой дымоход разобрал больше такие шиберты не покупал значит выше 1 вот здесь слой сделали там из такого такой конструкции дальше идет нержавейка сталь идет тут 430 в этих сэндвичах то есть отличная сталь которая дольше терпит чем на обычных на обычных трубах дешевых обращайте внимание на сталь потом сделаю еще ссылку на ролик моего друга из москвы марата руспар где он все рассказывает про марки стали и какую как чего лучше выбрать вот такие вот светильники абажуры света тут достаточно приятно не сказать что посветло и не сказать что совсем темно там сделано под вытяжку сделали буквой по диагонали видите чтобы залповое проветривание было вот эти вот по диагонали идет потому что в эту сторону не стали делать потому что там по моему нас уже нет и раз в другую да почему-то не вот мы можем было и в эту бревну сделать первое ну да ладно здесь вот перекрывается басту нас вот она раз перекрыли все притока воздуха нет точно сейчас все открыто потому что баня выветривается вот такой вот ролик такое видео получилось длинное много чего нового сразу извиняюсь что так долго вас мучил понравилось видео палец вверх вот такая печка новая подписывайтесь на наш канал ставьте лайки подписывайтесь на группу вконтакте ждем вас всегда будем что-то новенькое выкладывать стараться что-то улучшаться пишите комментарии всего доброго пока